Давай на заправку заедем? На заправку, поехали. Вышел из подъезда и офигел. Я такого солнца не видел, по-моему, уже полгода были в каком-то пасмурном состоянии, как будто у нас полярная ночь. Как в Готэм-сити в каком-то, блин. Вообще, отвыхли уже от этого. Уже как вампиры зимой стали. Солнце боимся уже. Солнце в окно глянул, а мы все. А-а-а-а! Такое. Едем, едем, едем. Мы правильные люди 2 января. Мы трезвые с утра. В хорошем, бодром состоянии. Едем смотреть, можно сказать, развиваться духовно. Да, поступайте так же. Не бухайте на выходных и на новогодних праздниках. Тратьте время с пользой. Не бухайте, а езжайте в музей. Глодорожного. Любой. Любой. Вот мы и приехали. И на входе нас встречает касса. Ну, это какие-то, наверное, времен Крымской войны такие пушки. Времен Джона Сильвера. Взяли мы билеты. Здесь вот схема музея. И мы начинаем с самолетов. Як-141. Это, наверное, Р-60 для ближнего боя. Я навернусь, наверное, сегодня. Просто лёд сплошной. Ноги скользят. А здесь у нас аллея танков, пушек и другой военной техники. Для создания соответствующей атмосферы играют песни военных лет. А вот и тюльпан. Тяжёлый миномёт тюльпан. Калибр 240 миллиметров. Корректируем мы это. Никаких, что это боеприпас находит. Полевая кухня. Сейчас посмотрим, что-то. Что у нас в полевой кухне? Кофе капучино. Полевой кухне. Кофе капучино. О, кофе нет. Кофе выпили уже бойцы. Скамейки сделаны из брёвен. Просто распиленные пополам брёвна. Одно бревно на седуху, другое на спинку. Дёшево и сердито. Хотя я сомневаюсь, что дёшево, конечно. Чего? Я сомневаюсь, что дёшево. Я говорю, дёшево и сердито. Наверное, не дёшево. Дорого и сердито. Смотри. Дровишки, дровишки. Конечно, кофе варить. Я не знаю, что-то. Ну, что-то его задвинули куда-то в сторону. Вот написано, подниматься запрещено. А здесь, похоже, стоят машины из 90-х. На них братки на разборке ездили. Да, ещё, наверное, с этими с людьми. Тут прямо гений инженерной мысли 19-го века. Я не понимаю, как он работал. Здесь какая-то топка у него. Вот бронза, смотри. На хуторе на каком-то стоял там, непонятно где. Смотри, тут фигня раскручивалась ещё. Шары эти подгонали. Да-да-да-да, точно. Смотри, она может поймать радиацией. Потом будешь смотреть, когда ты где тут. Съёмку отсматривать будешь, там всё репеть будет. Боевая подруга. Это у нас Т-34, да? Те образца... Семидесяти. Да, 76-миллиметровой пушкой. Очень, очень редкий, кстати, танк. Его... С конической башней. Да. Нашли Т-34, 76-миллиметровой пушкой. Т-34, 76-миллиметровой пушкой. Очень редкий танк. Таких танков практически не осталось. А на памятниках стоят танки обычно более нового образца. А тут вот он, пожалуйста. Боевая подруга этого танка этой. Как я забыл фамилию? Женщина-то была. Который муж погиб на фронте. И она написала личное письмо Сталину. И личное сбережение вложила в это. Сказала, я хочу, чтобы танк построили на мои деньги. И я была в нем механиком-водителем. И ей пришел ответ от Сталина, что ваша просьба будет исполнена. И она была, по-моему, там одна из немногих женщин, которая была механиком-водителем. Танк-боевая подруга, я не знаю, вроде говорят, он до Берлина даже дошел. Ну и, по-моему, тоже несколько танков этих было. Переходящее название было. Ее фамилия Владимирская, по-моему. И она где-то погибла. В общем, трак разорвало. Она вылезла менять трак и осколком ее от взрыва убила возле танка. В общем, погибла в бою женщина. Видно, что в танк были попадания. Да, туда что-то попало. Чувакам не повезло, кто в нем был. Я могу постоянно использовался на каждом траке. Ну, что скажешь? Здорово, хороший музей, интересный. По-натретке. Есть на что посмотреть. Сейчас еще пойдем внутрь. Посмотрим, что в закрытом павильоне. Бронеавтомобиль. Везет в спирт. Прикольнее. Что внутри? Что-нибудь видно? Континенталь. Да, у них Континенталь, а мы еще находили Данлап. Да, это как поговорка. Они спрашивают своей девушке о ее бывшем. У своего дедушки, почему он из Германии переехал в Латинскую Америку. И у европейских фирм, чем они занимались во втором мировой войне. Да. Тут висят самолетики. А телеги, да, это не машина? Не машина, просто на коня прицеплялись. Больше 6 лошадей вообще. Нет, она... Обратите внимание на... Вот такая реношка. А сзади как карета прям. А это эти, да, такая. Вы не шикатишься. Порт модель Т. Смотри, это вообще деревянный. Вот, смотри, полированный. Я вижу, а колеса какие-то. Как шкаф. Это не вполне современные такие. Колеса современные. Брестово. Тут даже луноход один есть. И вот шасси... Эти луноходы, они стоят в музее, в Калуге. Смотри, у него какие грунтозацепы. Я еще шутил, что это Run Flat. Спускаемся в подвал, и тут запах, как в советском гараже. Мы попали в какой-то гараж, правительственный гараж СССР. Открытки. Это вот на парад автомобиль для парада. Азил. Да, вот они. Азил, да. Это тоже чайка. Вот это чайка. Чайка, да? Надо деноцифицировать мотоцикл. А с Севастополя пригнали. Это трофейный. Все понятно тогда. Севастополь. Все нормально. Это трофей. Москвич 401. Офигеть. А что, такие попадаются еще где-то в гаражах забросанные. Умели же сделать, да, красивые? Запорожье с горбатой. И ЗАС 968. А я потом... Чеми какой-нибудь можешь снимать, да, в таком атмосфере. Да. Азил. Азил. Про партийцев. А вон эта инвалидка из этого, из операции «Ы». Атмосфера советского гаража дополняется разными игрушками, тетрадками и другими вещами, которые были, наверное, у любого советского человека в детстве. И вызывается соответствующий ностальгический эффект. Вот набиралась. Она, типа, у меня снималась эта шлюпка. У меня такое было. Вот это. Не помню, что это, но вот это было. Вот это было. Это, наверное, школьное для подготовки детей. Вот это монетки, а их нет. Они куда-то вставлялись. Вот эти монетки были. и я их вырезал ножницами. Ну да, было, что-то я помню тоже. В первом классе где-то было такое. У нас кино и немцы. Вот эти немцы такие карикатурные. Настоящий Мастершмитт. Лопасти у него загнуты. Он весь такой облезлый. Обшивка уже пооблазила. Копанин. В болоте пролежал. На самом деле мотора там нет, наверное, я так подозреваю. Движок есть в той стране открыт. Да, да. Движок есть, да? Ну, пойдем посмотрим. Вот сюда есть еще топоконный, наверное, Мастершмитт. В чем настоящий непрострелок. Точно тебе там это сделано, да? Копанный мотоцикл прям вообще. Ты тоже как по ним, конечно, как видно. Томмиган. И был еще один Томмиган. Томмиган, да. Да, это мортира, мортира, бутылгомет. Круто. Очень круто. Опять ижи, тут ижи, 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 ижи. Инспекция туалета. Инспекция туалета. Ревизор. Под звуки самолета. Такая интересная экспозиция. Все в полумраке. Озвучка, звуки самолетов. Интересно, как встать. Надо сказать, в завершение, да? Поделиться впечатлениями о музее. О поездке, да? Резюмировать. Ну, музей крутой на самом деле. И у меня уже внимание после какого-то экспоната стало как-то рассеиваться. Да, экспонаты много. Тут это не на один раз, это на несколько раз надо приезжать. Экспонатов много, экспонаты разные. Есть те, которых нет в других музеях. И сделано все качественно, как бы, и очень хорошее впечатление оставляет. В музее мы как-то незаметно для себя провели около 4-х часов. И туда мы ехали под утреннее солнце. А теперь под вечерний московский закат мы возвращаемся домой. И с вами был Игорь Негода.